Здравствуйте! В эфире первого городского проекта Место происшествия. Журналистский взгляд на криминальную жизнь Кирова. То, чего не покажет по другим каналам. С вами Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Все понятно. Пройдемте со мной. Знакомое лицо. Здравствуйте. Куда пройдемте? Куда вы поехали? Стой, стой, стой. Не заводите. Куда поехали? Не заводите. Ловил на живца. Необычным образом хотел проверить работу сотрудников ДПС водитель Шевроле Авеа в Кирове. Речь о майоре полиции Сергея Фукалове. Его должность начальник контрольно-профилактического отдела. Занимается он тем, что проверяет деятельность сотрудников ДПС. Все ли верно оформлено, кто чем занимается на службе и нет ли у дорожных полицейских должностных просчетов. Похоже, в методах своих разоблачений майор зашел слишком далеко. Его все те же сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля задержали на улице Менделеева. Подробности в сюжете Сергея Пичугина. Это кадры с видеорегистратора очевидцев. На улице Преображенская рядом с областным ГИБДД они замесили типичную для прошедших выходных картину. Шевроле Авеа на сугробе. Видимо, водитель не вошел в поворот. А девушка-водитель Калины пытается выдернуть иномарку с помощью троса. Вскоре уже активисты ночного патруля проверили состояние покорителя сугробов. От него разило перегаром. Мужчине посоветовали. Оставь машину, иди пешком. Но тот включил заднюю передачу и поехал. На Красный поехал. Московская и Калибазаводская. На путепровод заходим по Московской. Проехал на Красный. Водители на перекрестке улиц Московская и Ердякова. Вроде бы притормозил, но дожидаться Зеленого не стал. Также уверен, он проехал и пересечение с улицы Солнечной. Подходим к студенческому. К студенческому подходим. Пошли к производственной. В левом ряду идет. В левом ряду. Он Красный не замечает. Общественники рассчитывали, что хотя бы под камерами на перекрестке он нарушать не будет. Не угадали. На Красный пошел в сторону Менделеева. Короче, все под камеру. Все его красные записаны. Сейчас подходит к Менделееву по Московской. Полицейские уже были рядом. Они включили маяки и потребовали от водителя остановиться. Вот она поворачивает. Вот. Серебристая. Видишь? Авео. Авео. Уходи, уходи. Не подчиняется машина. Едет по Менделееву в сторону Воросшую. Такому спокойствию можно позавидовать. Водитель «Шевроле» вышел из авто, протянул сотруднику ДПС удостоверение полицейского. И с уверенностью, что вопрос якобы улажен, направился обратно к своему авто. Все понятно. Пройдемте со мной. Знакомое лицо. Здравствуйте. Да, придемте. Куда вы поехали? Стой, стой, стой. Не заводите. Да, я вам находитесь. Куда поехали? Не заводите. А вы что ли красный сигнал не замечаете, что ли, мужчина? Забы, фантом 1. Водитель сопротивляет. Водитель срочно туда ко мне. Двери держим. Водитель оказался майором полиции Сергеем Сергеевичем Фукаловым. Раньше в ГИБДД он оформлял ДТП, но вскоре его перевели на более высокую должность начальник контрольно-профилактического отдела. Офицер проверял работу сотрудников ДПС, был своего рода их ревизором. Теперь уже командир взвода ДПС проверил состояние Фукалова. Что я сказал, говорю? Командир взвода Козловский, я вам приказываю стоять на месте. Непонятно, что с ним произошло в ту ночь. Это часть его спецзадания, очередная проверка инспекторов или просто пьяные выходки. Сначала форсирование сугроба, затем ездав слепую под красные сигналы светофора. У меня есть признаки алкогольного опьянения. А именно, запах алкоголя из рта, но все не речи. Сергей Сергеевич сначала согласился пройти экспертизу, но только у врача. Правда, последовательность ответов он перепутал. Я свидетельствую на состояние алкогольного опьянения. Согласны? Да. Во время административных процедур он пожаловался на здоровье и попросил вызвать ему скорую. По факту отказа сотрудникам от прохождения медицинского освидетельствования, в ОМВД России по Кировской области проводится служебная проверка. По ее окончании данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. В ОМВД начали проверку еще и под другим фактом. Откуда ехал Фукалов, что отмечал и почему сел за руль в таком состоянии. Должность ответственная, возможно, накажут и его руководителей. Сергей Пичугин, место происшествия. Один человек погиб, еще один получил травмы в ДТП под Оричем. И там столкнулись два встречных автомобиля. Мазда и Кеа продолжит выпуск рубрика «Обзор аварий». Авария произошла 17 января в 18 часов на 45-м километре дороги Киров-Советск-Яранск. По предварительным данным, 53-летний водитель Мазды выехал на встречку и протранил Кеа Церата под управлением 31-летнего водителя. В итоге 30-летняя пассажирка Кеа погибла. Водитель Мазды получил травмы. По информации ГИБДД, его не госпитализировали. Еще одно смертельное ДТП произошло 17 января в Свящинском районе. Схема та же. По предварительным данным, 34-летний водитель Семерки выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. После удара грузовик оказался на встречке, протаранив автомобиль ДАВ. Водитель Классики получил травмы, несовместимые с жизнью. А теперь авария в Орловском районе. По предварительным данным, 18-летний водитель 14-й наехал на Митсубиси. После этого отечественный хэтчбэк на встречной полосе врезался еще и в 11-ю модель ВАЗа. Итог происшествия. Три пострадавших – это водитель и два пассажира 14-й. Стали известны подробности ДТП на улице Карла Маркса. По предварительным данным, 34-летний водитель Хёнде Гетц на перекрестке повернул налево и столкнулся со встречным Хёнде Солярис. После этого второй автомобиль выехал на тротуар и наехал на двух пешеходов. Женщины 53 и 60 лет получили травмы. Но теперь поселок Садаковский. По предварительным данным, 36-летний водитель Форда Фокус выскочил навстречу и ударил ладу Веста. Оба водителя травмировались, как сообщили в ГИБДД. Госпитализация им не потребовалась. Сергей Пичугин, место происшествия. Три человека пострадали после взрыва и пожара в частном доме в деревне Гнусино. ЧП произошло днем 16 января на улице Трактовой. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва. Детали происшествия в рубрике «Сводка». Взрыв произошел в двухэтажном доме. Камера соседей запечатлела жуткую картину. В одно мгновение взрывной волной выбило окна на первом и втором этаже. Сразу все загорелось и в огне забегали люди. Очевидцам могло показаться, что выжить жильцам этого дома не удалось. Но по данным МЧС, трех человек с ожогами госпитализировали. Причиной резкого воспламенения стала вспышка газовоздушной смеси. Для обогрева помещений пострадавшие применяли тепловую газовую пушку. Возможно, в доме шел ремонт. Сейчас по факту пожара идет проверка. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летней Зинаиды Казаковой. Женщину обвинили в смерти четырех своих детей, которые погибли в пожаре в деревне Лошкари. По данным следствия, в день трагедии Казакова была пьяна. Она оставила детей от них дома. При этом она знала, что малыши знают, где лежит зажигалка. И уже не раз ее брали и поджигали подушку. В этот раз получилось то же самое. Дети играли с зажигалкой, произошел пожар. И они отравились угарным газом. Спасти мальчиков не удалось. Самому младшему было 8 месяцев, старшему 4 года. Лучше бы находилась в детьми. Нет, приди с подругой, у тебя же там 4 ребенка. Приди с подругой и дома сиди у себя. У тебя же 4 ребенка маленьких. То, что она неоднократно оставляла детей дома одних, это все знают здесь в деревне. По данным следствия, в прошлом году семья была признана социально опасной. По словам местных жителей, Зинаида до трагедии жила вместе с детьми одна. Муж уехал на заработки в Казань. Также жители деревни уверены, что есть в этой трагедии вина чиновников из администрации. Никому дела здесь ни до кого нету. Тут все теряются, спиваются. Как они, наша администрация, делают? Например, завтра едет опека. Они обзванивают всех. Сообщают. Сообщают, что будет опека. А, и все? Да, и все трезвенькие. У всех жрать готовлено. И все ходят очень хорошо. Предупреждают все. Да, да. Это наша Галина Петровна. Вот, я не знаю. Я почему и говорю, что сказали, что дети посещали детский сад. То есть это они уже не посещали. Это уже начинает администрация очищать себя и тем самым вытащит эту маму. В деятельности органов системы профилактики региона выявлено нарушение закона. По данным фактам начальника управления внутренних дел по Кировской области, регионального министра социального развития, а также в органы муниципалитета по месту проживания погибших детей внесены представления. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, виновные должностные лица привлечены к ответственности. Сейчас дело направлено в Юрьянский районный суд. Судить горе мать будут по статье «Причинение смерти по неосторожности» Казаковой грозит до 4 лет лишения свободы. 4 человека погибли в пожарах в районных областях. В Кирсе днем в доме сгорела 45-летняя женщина. Она пришла в гости к хозяину дома. Причиной пожара стала неисправная электропроводка. В этот же день тоже в Кирсе в пожаре в собственном доме погиб 51-летний мужчина. Причиной пожара стало курение в пьяном виде. По данным фактам, следственными органами проводятся доследственные проверки, в рамках которых устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также трагедии произошли в Малмышском и Слободском районах. В пожарах погибли 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. По факту смерти людей Следственный комитет проводит проверку. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас сделаем небольшую паузу и вот что будет дальше. Как это получилось? Не помню. С какой стороны ты ехали? Со стороны Кирова? Ну, оттуда ехали. На Авиатску, да? Да. На встречу он выскатил. На встречу. Да, мне не смогли ничего даже сообразить. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем. Видимо, это плохая примета – купить машину в снегопад. По дороге из Новоавиатска в Киров водитель Иван не удержал свою белую 14-ю на дороге и попал в лобовой ДТП с кроссовером Саньонг. Как стало известно, «Ладу» молодой человек купил 16 января, даже не успел застраховать и в метель поехал на заправку. Впоследствии ДТП запечатлел наш корреспондент Павел Москвин. Ты не можешь руки-то выпрямить? Ну, ладно, уж теперь согнул, так уж теперь-то ладно. Иван чудом остался жив. Видимо, выбрал хороший за свои деньги автомобиль, а также был пристегнут ремнем безопасности. После сильного лобового удара парень сам смог дойти до патрульного автомобиля ДПС. Если Иван не понял, как произошло ДТП, то водитель кроссовера Саньонг Валерий видел момент аварии. По словам мужчины, было все действительно быстро, уйти от столкновения он не успел. На встречу он выскочил, на встречу, да, мне не смогли ничего даже сообразить. Он обгонял или его занесло? Нет, мы ехали туда, а он на встречу, его занесло. И все. Валерий ехал вместе с супругой в Нововятск. После аварии женщина получила травмы. Жанания много, да, у него грузная клетка. Нет, за счет денег нет. По факту ДТП идет проверка. Как выяснилось, вероятный виновник аварии Иван ехал без страховки. Он просто не успел ее оформить. Поэтому, кроме денег на лечение, ему, возможно, придется оплачивать повреждения на кроссовере. Сейчас, скорее всего, молодой человек жалеет о том, что поторопился и на свежекупленный 14-й поехал в снегопад на АЗС. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Испортил загородную поездку водителю Хёнде нарушитель на Мерседесе на улице Римма-Юровской. Он повернул налево и спровоцировал ДТП о странном и глупом маневре в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Римма-Юровской и проспекта строителей водитель Мерседеса повернул налево и не уступил дорогу кроссоверу Хёнде с прицепом. После удара в Хёнде сработала подушка безопасности, с виду никто не пострадал. Нарушитель на Мерседесе вышел из салона не сразу, видимо, долго соображал, что он натворил. Думал, что дорога абсолютно пустая, водитель Дастера на улице Ленина и решил развернуться из крайнего правого ряда. Водитель Гранта такого маневра не ожидал. Снегопад на улице Луганской. Водитель УАЗа пытался ехать аккуратно, но не получилось. Он зацепил снежную обочину и фургон занесло. Отругала за опасный маневр шофера на Митсубиси девушка-водитель машины с камерой на улице Пролетарской. Мужчина пытался проскочить перекресток. Умнее всех оказался водитель Шкоды на перекрестке улиц Воровского и Карла Маркса. Пока все стояли на красный, он со встречной полосы уехал направо. На улице Лепси неизвестно, куда торопился нарушитель на Хонде. Со встречной полосы он проехал на красный сигнал и едва не сбил пешеходов. Легко расстался с колесом водитель автобуса на улице Московская. Оно отпало на ходу, укатилось от общественного транспорта прямо на тротуар и врезалось в сугроб. Судя по видео, в салоне не было пассажиров, пазик был пустой. Михаил Вагин, Место происшествия. Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта mpkirovsobaka-inbox.ru И если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это проект Место происшествия. До свидания.